Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Как девочка-нарциссистка, нет ничего, что конгрессвумен из 14 округа Нью-Йорка любит больше, чем давать себе новые прозвища. В старшей школе в округе Висчестер ее знали как Сэнди Кортес. Мы зовем ее так, потому что из всех ее псевдонимов этот подходит лучше всего. Затем, став членом конгресса, она стала величать себя слегка экзотическим титулом – Александрия Акасио Кортес. Что звучит как имя одной из любовниц Че Гевары в революционной Боливии. Представляешь ее на заднем сидении мотоцикла в берете. А потом, как только она поднялась в своей известности до уровня Ким Кардашьян, она решила называться просто АОС, королева ТикТока. Но у нее, о чем большинство людей не знает, было еще одно имя. Во время праймери с демократической партией 18-го года, на которых она победила Джо Кроули, критикуя его за белый цвет кожи, Сэнди Кортес выступала под именем Алекс. Просто Алекс, дружелюбный сосед-бармен неопределенного пола. На предвыборном сайте Алекс был раздел, объясняющий, во что Алекс верит. Одно из мнений Алекс звучит так, цитата. «Алекс считает, что мы должны положить конец вечной войне, вернув войска домой и прекратив авиаудары и бомбардировки, которые продляют цикл терроризма и оккупации по всему миру». Конец цитаты. Мало кто заметил это, потому что от называющего себя прогрессистом это не выглядело чем-то удивительным. И в тот день, когда Сэнди Кортес, Алекс, победила Джо Кроули на Праймерис, это заявление все еще было на ее сайте. Но потом оно исчезло. Никто не заметил, кроме журналистки по имени Самира Хан. «Эй, а что случилось с антивоенной частью?» И Алекс, которая к этому моменту мутировала в Александрию Акасио Кортес, обвинила в удалении этого пункта своих сторонников, которые якобы управляли сайтом и сделали это случайно. Никто уже и не помнит. «Но Самира Хан почувствовала, что может быть иная причина. Как долго?» — спросила она в то время. «Мы будем вновь и вновь ныть о бюджетной медицине, пока существует двухпартийная поддержка ядерного Армагеддона». Что ж, это прекрасный вопрос, Самира Хан. И ведь это уже не риторический вопрос. Сейчас действительно есть двухпартийная поддержка ядерного Армагеддона. «Мы не выдумываем. Джо Байден произнес это вслух на днях. О, кстати, ядерный Армагеддон на подходе. Ммм, ну ладно». На что республиканцы в Конгрессе не отреагировали, то есть они поддержали его. А Сэнди Кортес? Она не сказала ни слова. И это о многом говорит. Если смотрите нашу передачу, скорее всего, вам все равно, что происходит в так называемом прогрессивном движении. С чего бы вдруг вам интересоваться этим? В основном это просто богатые клоуны. Дети с цветными волосами, дипломами в бессмысленных дисциплинах и глупо и основанные на фантазиях политикой. Вот кто они. Но верно и то, что со временем такие люди могут стать полезными. Иногда нужно, чтобы принципиально значимые места занимали люди с принципами. Это поддерживает систему в равновесии, это необходимо, все не могут быть наемниками. Иначе получится то, что мы имеем сейчас, настоящее безумие. Железобетонный консенсус в Вашингтоне, что у нас есть моральное обязательство уничтожить себя и будущее наших детей в совершенно бессмысленной войне против России. Что? Все, похоже, так думают. Вообще все, с обеих сторон, от либералов, как Нэнси Пелоси, до консерваторов типа Джонни Эрнста, весь политический спектр. Это огромная проблема, потому что это безумие. Кто-то должен сказать, что это безумие во всеуслышание и развеять чары, это гипноз. Похоже на работу для радикалов, вроде Сэнди Кортес, для этого она существует. Можно презирать ее, мы своего презрения к ней не скрываем. Но в ключевые моменты у таких людей есть своя роль, встать и сказать правду. Нет, мы не должны воевать с Россией, вы что, шутите? Это безумие. Остановитесь. Если бы Сэнди Кортес так сделала, это могло бы помочь, могло бы спасти страну. Но это не то, чем Сэнди Кортес сейчас занята, поскольку оказывается, что она совсем не та, за кого себя выдает. Сэнди Кортес может ненавидеть белых людей, похоже, что так. Но это не значит, что она прогрессивный, а тем более либерал, в каком-либо значимом смысле. Нет, наоборот. Оказывается, она очередная марионетка. Как Джо Байден или Камала Харрис. Послушный инструмент бездушной корпоративной власти, которая всегда встает на сторону Гугл, Джей Пи Морган и Рейтон против трудящихся людей, которых она якобы представляет. И где это предстает наиболее очевидным, так это в вопросе конфликта на Украине. Этот конфликт не приносит совершенно никакой пользы ни ее избирателям, ни, кстати, любому другому нормальному американцу. Для жителей Квинса и Бронкса от этого конфликта одни минусы. Никаких плюсов вообще. Прошлым вечером на собрании в здании администрации Бронкса два критика Сэнди Кортес сказали об этом во всеуслышание. Посмотрите. Конгрессвумен, ничто из этого не имеет значения, если будет ядерная война, за которую вы проголосовали отправкой оружия на Украину. Тулси Габбард покинула демократическую партию, потому что они все ястребы. Вы изначально голосовали, вы баллотировались как аутсайдер и все же проголосовали за то, чтобы начать этот конфликт на Украине. Вы голосуете за третью мировую, за ядерную войну с Россией и Китаем. Почему вы играете с жизнями американских граждан? Вы играете с нашими жизнями? Соседей не будет, если упадет ядерная бомба. Вы проголосовали за отправку денег украинским нацистам. Вы трус. Вы прогрессивный социалист. Где вы выступаете против военной мобилизации? Он говорит чистую правду. Вы не сделали ничего. Тулси Габбард проявила мужество, а вы проявили трусость. Я верил в вас, и вы стали тем самым, с чем стремились бороться. Вот чем вы стали. Вы истеблишмент, и вы причина, по которой все окажутся в ядерной войне. Если вы не решите встать прямо сейчас и осудить демократическую партию, мы можем оказаться в ядерной войне в любую минуту, а вы продолжаете ее финансировать. Вот что происходит. Я отвечу на ваш вопрос. Я перейду к нему в конце. Почему не сейчас? Я перейду к нему в конце, потому что вы грубо себя ведете. Я дойду до этого вопроса. Вы просто лжец! Так вот, это настоящие прогрессисты. Вне сомнений, практически по любому другому вопросу мы бы не согласились с ними. Не знаю их убеждений, но вряд ли они пересекаются с нашими. Но конкретно по этому вопросу, который действительно значим, они абсолютно правы. Сэнди Кортес не радикал. Она не прогрессист, она неоконсерватор, как и все остальные. Она инструмент людей с властью, очевидно. Они ясно понимают, что это так. Ее ответ? Вы ведете себя грубо! Вы грубите! Говорит та самая Сэнди Кортес, которая давала активистам установку терроризировать политических оппонентов. Цитата. Весь смысл протеста в том, чтобы люди почувствовали себя некомфортно. Оооо, вот как! А ведь они вроде как следовали вашим инструкциям, не так ли? Протестующие, которых вы только что видели, использовали излюбленную тактику Сэнди Кортес против нее. Они сразу же перехватили моральное превосходство и начали кричать. И не получили никакого ответа от Сэнди Кортес. Почему? Потому что ей нечего сказать. Они ее раскусили. Они знают, кто она на самом деле. И она знает об этом. Они правы. Вскоре после вступления в должность, Кортес профинансировала крупнейшее расширение вооруженных сил. В 19-м она одобрила беспрецедентные 738 миллиардов на военные нужды. Публично она это не комментировала, но продолжала демонизировать военных, которых сама финансировала. Да? Конечно, смотрите. Я не верю, что приоритетом всей нашей страны является убийство людей в других частях мира. Я думаю, что это приоритет могущественного и малочисленного класса в Соединенных Штатах, который обрел контроль над нашим правительством. О, ясно. Это была одобренная для ТикТока версия для всех студентов колледжей в социальных сетях. Но в реальной жизни она не верит ни слову из этого. Единственное, в чем она серьезна, что Америка ужасна. В это она верит. Она ненавидит страну. Но отступление от войны, которая навредит стране, зачем ей это? Она не любит ее. Все, что не в наших интересах, она полностью поддерживает. И вот почему в этом году Сэнди Кортес вместе с членами своего отряда прогрессисток проголосовали за утверждение пакета на 40 миллиардов на военные нужды. И Кори Буш проголосовала за него. Хотя до этого признавала, что это напрямую способствовало бы, цитирую, увеличению рисков прямой войны и потенциала прямой военной конфронтации между Россией и США. Даже Кори Буш, вероятно, обладателю наименьшего IQ в Конгрессе, было совершенно очевидно, к чему все ведет. К войне с Россией. Но она все равно за, как и все они. Тем временем, лидеры демократической партии пытались подать это, что опять же является шагом к войне, которая нам никак не помогает, только вредит. Как гуманитарную акцию. Смотрите. Сегодня мы голосуем за предоставление почти 40 миллиардов долларов для удовлетворения неотложных потребностей в области безопасности, экономических и гуманитарных нужд украинского народа. Мы морально обязаны обеспечить храбрым украинским бойцам и украинскому народу безопасность и экономическую помощь, в которой они нуждаются. То, что мы здесь делаем, очень важно. Поставка оружия и помощь в обеспечении безопасности, государственная и экономическая помощь, гуманитарная помощь. Законопроект о дополнительных ассигнованиях – это вклад в безопасность и успех демократии. Слава Украине! Мы хотим победы для Украины, и мы хотим поражения для Владимира Путина. Смена режима была бы замечательной, но мы понимаем, что этого не случится, но поражение должно случиться. О, то есть это гуманитарная помощь, да? Вы читали проект? Нет. Это был законопроект о военном финансировании, истинный смысл которого – закупка оружия. Более половины суммы, 24 миллиарда, ушло на военную технику. Оружие. 19 миллиардов пошли непосредственно на военные действия на Украине. Что ж, ладно, если вы откровенный неоконсерватор, все логично. Но если вы Сэнди Кортес, которая в ТикТоке вещает о трудящихся и борьбе с патриархией, что это говорит о ней? Ей наплевать на людей, которых она якобы представляет, она презирает их. Она говорит об их страданиях только для того, чтобы использовать это в своих интересах. Она загребает власть, прикрываясь ими. Они всего лишь инструмент ее личного продвижения. Не их интереса она представляет. С чего бы они ничего не получают от этого? Ее настоящий электорат – NBC News, редакторы Тин Воук. И Владимир Зеленский, поддерживаемый знаменитостями диктатор самой коррумпированной страны в Европе. Зеленский сейчас вытряхивает из нашего трусливого конгресса больше денег, пока наша собственная экономика и наши собственные границы рушатся. Смотрите. В настоящее время у нас есть две ключевые финансовые потребности. Это 38 миллиардов долларов, чтобы компенсировать дефицит нашего бюджета на следующий год. И еще 17 миллиардов долларов, сумма, подтвержденная Всемирным банком, необходимы для восстановления критической инфраструктуры. Нам также нужны целевые кредиты в размере 2 миллиардов долларов для восстановления электроэнергетической инфраструктуры после разрушений и для расширения нашего экспорта в Европу. Нам нужны кредитные лимиты для закупки газа и угля на будущий отопительный сезон. Объем поддержки в этом году должен составить не менее 5 миллиардов долларов. Что? Какой-то наглый иностранец футболки требует денег на свои критические нужды. У нас тоже есть критические нужды, приятель. Ты что за тролль? Иди прочь. Что? С каких пор этот парень претендует на нашу казну? Ведь это работа людей, как Сэнди Кортес, напоминать нам о необходимости разрушить чары гипноза, под которыми находится Конгресс. Мы не должны этому парню ничего. Ничего. Удачи, приятель. И все. И пока наша экономика деградирует, а границы по сути нет, этот парень читает нам нотации, хочу это, то, хочу велосипед, ну-ка отправляйте-то поживее. Серьезно? Хрен тебе, приятель. И в то же время он подталкивает нас, весь Запад, к ядерной войне, чтобы мы нанесли удар по России. И что делает Сэнди Кортес, поддерживает? Она не прогрессист, она не окон под прикрытием. Все руководство так называемого прогрессивного движения такие. Они полностью и бесповоротно коррумпированы. Кто-нибудь из левых указывает на это? Сказал ли Дженк Уйгар? Уйгар, хоть слово об этом. Так называемые радикалы с подкаста Чапа Трэп Хаус. Журнал Атлантик, НПР, МСНБС, все левые медиа, которые вечно твердят об угнетениях. И все призывают к радикальной расовой войне. Но когда настоящая, способная уничтожить цивилизацию, война не за горами, они приветствуют это. Заодно с Пентагоном. Мы собираемся продолжать наши усилия по поддержке Украины столько, сколько потребуется. Мы не отступим от нашего обязательства поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Вы уже набрали больше 15 миллиардов долларов обязательств. Как далеко вы готовы идти? Сколько потребуется? Сколько потребуется, чтобы что? Кто-нибудь вообще задавал этот вопрос? Сэнди Кортес задавала его? Ее прогрессивные приятели задавали его? Сколько потребуется, чтобы что? Как долго это? Какова цель? И какой ценой? И каков риск? Может, стоит взлесить их? Нет. Сколько потребуется? Почему? Потому что они становятся могущественнее, пока наша страна становится менее могущественной с каждым днем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok